Продолжение следует... Мы хотим подробнее узнать, что собой представляет процесс закрытия нелегальной торговли запрещенными продуктами. Например, как протекает оперативная работа полиции по закрытию точки? Ну, во-первых, в интересах рижан мы действительно осуществляем контроль за торговлей так называемыми лицензионными товарами. В том числе в их входят табачные изделия, алкоголь. И как специальные товары, торговля этими товарами регулируется и в том числе специальными законами, которые ограничивают доступ людей к этим товарам и ограничивают их по месту продажи. Для того, чтобы продавать этот товар, нужно иметь специальную лицензию по времени. Она ограничена от и до. Ну, как и многие явления в нашей стране, к всем правилам есть исключения. И вот появляются исключения, так называемые кафе, где, возможно, торговля 24 часа, но с оговоркой для употребления, не вынося этот напиток. Ну, так вот, появляются лазейки, как с точки зрения продавца, я же продал открытую, я же продал для того, чтобы пили на месте. А то, чтобы человек взял и ушел с этим алкоголем, за это уже вроде как продавец не отвечает. И тут начинается вот работа полиции, тежба с правоохранительными организациями, судами, в том числе и службой доходов, ну, которая является практически самым объективным инструментом за нарушение правил торговли отобрать лицензию, и на этом торговая точка закрыта. Так поступает практически большинство стран Европы, что при нарушении в этом конкретном месте уже никакой торговец, другой, третий, пятый не торгует. А у нас? Это точка закрыта. А у нас тот же владелец, только у него будет закрыта фирма Рога, он откроет на второй день фирму Копыта и будет продолжать торговать дальше, даже не имея никакого материального ущерба. Вот год назад в интервью, я читала ваше интервью, годичной давности, вы назвали эту ситуацию трагедией. Это по-прежнему трагедия или что-то меняется все-таки в лучшую сторону? Ну, меняется в лучшую сторону, но это, наверное, больше благодаря вам, общественное мнение. Вот мы слышали ряд людей, которые с осуждением говорили и выступали за то, что контрабандный товар и нелегальная торговля, это практически и искривляет рынок, и она людям-то не нужна. Поэтому это первый хороший сигнал. Второй, ну, хочется верить, что власти самоуправления и государственные, ответственные министерства, ну, что мы все-таки найдем общий язык и понимание, что в интересах людей есть упорядочить, стать, ну, более цивилизованной, что ли, страной, но не обязательно на показ выставлять наши недостатки, в том числе и любовь к алкоголю, курению, азартным играм и так далее, и так далее. Что это, ну, хотя бы для начала поскромнее надо зажать, а потом потихоньку и подзабыться, если ведь хорошие дела. А есть механизмы, как подзажать? Насколько правительство идет навстречу в этом, с учетом, что все-таки... Конечно, ну, нужно понять, что, ну, и азартные игры, торговля алкоголем, все это есть виды коммерческой деятельности. В принципе, государство и самоуправление... Получает от этого деньги? Ну, нет, не в этом главное. Тогда мы бы... Ну, не будем отходить от темы. Это коммерческая деятельность, которая, по идее, должна поддерживаться. Люди должны заняться коммерческой деятельностью, тем самым быть активными, и в том числе и в экономической сфере. Но не все виды коммерческой деятельности являются теми, которые надо обязательно поддерживать. А есть некоторые, которые надо вообще закрыть, скажем, торговлю наркотиками, максимально ограничить торговлю алкоголем, максимально ограничить или исключить азартные игры. Это те виды коммерческой деятельности, которые не обязательно надо государству поддержать, а наоборот ограничить, упорядочить, чтобы они не нанесли ущерб общественностью. То есть первый шаг – это законодательство. Второе, я бы сказал так, даже не законодательство. Первый шаг – это политическая воля. Воля власти навести порядок. А механизмы уже – законодательство и те институты, которые осуществляют контроль за выполнением законодательства. Как вы оцениваете гражданскую активность рижан в плане информирования полиции о местах нелегального продажи алкоголя? – Тоже, если посмотреть, может быть, даже год назад, не знаю, где-то когда я был у вас, когда мы похожую тему затронули, люди стали активнее. Ну и мы идем навстречу. У нас, например, полиция и самоуправление, кроме социальных сетей, мы сделали даже специальные аппликации, где любой человек, делая сообщение своего мобильного телефона о месте, где происходит правонарушение, любой, в том числе и торговлю алкоголем, это сообщение попадает прямо на оперативную службу полиции, даже можно указать там координаты и тут же реакции, потому что очень важно этот факт нарушения торговли зафиксировать на месте. – А это анонимно? Это ведь очень важно, ведь очень многие жители, как мне кажется, опасаются того, что там какие-то соседи, преступники, которые осуществляют нелегальную продажу алкоголем, могут просто-напросто отомстить, это многих останавливает? – Это анонимно, да. – Они же часто пользуются такой аппликацией или нет? – Да, с каждым годом количество сообщений растет. А вообще должен сказать, и даже могу с гордостью сказать, что социальные сети полиции и самоуправления наши самые популярные, самые больше посещаемые вообще в стране среди вот таких сайтов, доступных населению. И кроме того, мы с удовольствием делимся своим опытом и с нашими партнерами в Евросоюзе, и много даже старые европейские государства, ну, с завистью смотрят на эту инновацию, которую мы ввели, которая очень помогает, ну, действительно, полиции быть ближе к людям и быть более открытой. Мы всегда воспринимаем полицию как такой репрессивный орган, от которого надо бояться, но бояться надо нарушителем, а общественности – это помощник. – А вот интересно, каков порядок действия полиции в случае, когда поступил сигнал вот на такую аппликацию, что работает где-то нелегальная точка продажи алкоголем? В течение какого времени выезжают сотрудники полиции на место? Вот как ведется эта работа? – Ну, мы довели практически ситуацию таковую, что в центре Риги, ну, в историческом центре особенно, это 3-5 минут, в районах, конечно, времени может быть больше, но пределок 10-15 минут – это самое длительное время, когда патруль будет на месте и будет принимать меры. А путь к закрытию таких точек, в том числе и, может быть, даже и легальный, который нарушает правила торговли – это зафиксирование самого факта нарушения, осуществление процессуальных действий, потом это документы направляются в службу доходов, которая может рассмотреть вопросы лишения лицензии. – Давайте поговорим еще об одной городской проблеме, которую, впрочем, вы уже вскользь упомянули. Недавно был введен запрет на игровые залы в историческом центре столицы. Относительно недавно был принят этот запрет. Вот как продвигается реализация этого запрета? И почему только в центре, когда обратят внимание и на микрорайоны тоже? – Да. Проблема не новая и затронута она совсем не снова. Только на моем опыте работы с 2009 года десятки раз мы рассматривали заявки коммерсантов на открытие игровых залов и таких увесительных заведений в городе Риге. И Рижская дума с 2009 года ни разу не выдавала эти разрешения. Коммерсанты все эти решения Рижской думы обжаловали в судах. В судах у нас разный опыт. Зачастую первая инстанция из суда требовала, чтобы Рижская дума подтвердила опасность для общественности, почему она запретила, что это несправедливо, вы не выдаете, а вот те, которые уже имеют залы, значит, вы их поддерживаете таким образом. Пока мы не дошли до решения суда Верховного Суда, который указал, что мы можем не только отказывать в разрешении новых, открытии новых залов, но и воспользуясь тем, что исторический центр города Риги есть памятник культуры ЮНЕСКО, и к нему относятся и специальный закон, и специально принятые правила Рижской думы, в которых сказано, что в этом центре, границы которого определены законом, не может находиться игровые залы. Ради правды, чистая, надо сказать, что это решение было принято еще в 2006 году. И по идее, при правильной действии всех и муниципальных, и государственных служб, в 2011 году ни одного зала в городе Риге, в центре, не должно было быть. Но жизнь есть такова, какова она есть. И мы вынуждены были принять специальное решение в начале этого года о том, что мы отзываем все выданные разрешения Рижской думы на открытие таких залов в историческом центре города Риги. Но закон предусмотрел пять лет коммерсанту на исполнение этого решения. Такого благоприятного решения законодательства к любому виду деятельности коммерческой, в том числе и торговля алкоголем, и, ну не говорю уже о торговле картошкой, морковкой, мясом, колбасой и так далее. Чересчур лояльно как-то. Ну, это даже не лояльность, я бы это называл прямой поддержкой и лоббизмом, который работает в этой сфере. Мы осознаем, что это решение, это политическая воля, мы приняли, мы сделали этот шаг. Но до факта закрытия это еще придется поработать. Давайте к другой теме. Дирекция безопасности дорожного движения совсем недавно объявила конкурс для школьников на лучшее знание правил дорожного движения. Давайте посмотрим сюжет и обсудим это все в студии. У каждого ученика средней школы и техникума Латвии появилась возможность выиграть для всего класса бесплатный курс обучения правилам дорожного движения. Помимо познавательных лекций, ребят ждут многочисленные интерактивные практические задания. И начинаем тоже среднюю школу активизировать, чтобы они опять возобновили свои знания по правилам дорожного движения. Конкурс начинается в интернете. Там каждый может сам проверить свои знания. И, конечно, пригласить своих одноклассников, тоже участвуя в этом конкурсе. В первом туре конкурса участники отвечают на 15 вопросов на сайте www.gadaautovadetais.lv. Класс может принять участие, если не менее трех школьников завершили тест. Чем больше людей пройдут тест, тем выше шансы на победу. Нужно работать как раз для этой аудитории, чтобы они поняли, что на дороге закон не для того, чтобы вас как-то ущемлять, но для того, чтобы вы могли чувствовать себя комфортабельно и с того пункта, с которого начали, успешно дойти до пунктов, в которые вы хотите попасть. Теоретический курс конкурса будет проходить до конца марта 2018 года. В апреле и мае в школах будет организовано обучение. 30 классов получат возможность участвовать в бесплатном обучении правилам безопасного дорожного движения в своей школе. Молодые люди смогут тестировать лобовые симуляторы столкновения и очки, имитирующие алкогольное опьянение, чтобы на личном опыте убедиться, насколько необходимо наличие ремней безопасности и как влияют отрицательные эффекты опьяняющих веществ на реакцию и координацию человека. Будут приезжать эксперты по правилам дорожного движения и уже дискутировать с учениками тет-а-тет, чтобы они поняли, что участие в дорожном движении не только возможность, но и очень отбилдикс дарпс, потому что там нужно всегда знать, как ты будешь поступать и чем это может закончить. Конкурс «Молодой автоводитель года» стартовал 1 ноября. Участие в конкурсе бесплатное. Конкурс финансируется за счет бонусов ОЦТО, организованных Службой безопасности дорожного движения и агентством «Зебра». Эвел Дудукуль, Увизбурьян, с латвийской телевидением. Ну понятно, что инициатива очень хорошая и полезная. Все-таки правила дорожного движения, я считаю, должен знать каждый. И вот вопрос к сегодняшнему гостю. Какова, на ваш взгляд, вообще культура вождения в нашей стране и в частности в латвийской столице? Я хотел бы подчеркнуть, что не только знать, но еще и выполнять. И надо говорить о культуре и вождение, и хождение. Потому что мы все-таки европейская страна. Не хочется каждый раз говорить, что мы формально европейская страна. А по поведению зачастую, ну, столько, сколько у нас происходит аварий, в том числе и жертвам людей. Для таких стран, как Германия, один человек, если погиб на улице, это уже ЧП на всю страну. А мы это относим к статистике. Это же ужасно. Это наравняется с наркотиками и теми игровыми залами. И, конечно, мы должны намного жестче относиться к соблюдению правил и учить детей, СМАЛу, родителей, до всех. И строже, наверное, и тем, кто получает право на вождение относиться. Ведь это жизнь. Это жизнь людей. И Рижская дума тоже поддерживает и общественные инициативы, которые... Есть активные люди, которые хочут и идут в школы, учат детей. Мы думаем о том, что сделать специальные площадки, парки, где обучать детей вождение, пусть на детских машинках. У нас детское отделение полиции нашей превенции закононарушителей среди детей и молодежи. Часто и гости практически все время в школах находятся и занимаются. Мы специальные методики разрабатываем. Но и количество детей много. Но, конечно, это одна из первоочередных задач, которой мы и занимаемся, и будем работать в дальнейшем. Ну что же, благодарим вас за беседу нашим телезрителям. Напомним, сегодня у нас в гостях был председатель комитета по безопасности, правопорядку и борьбе с коррупцией Рижской думы Дайнис Турлайс.